Страдания по воде. Сотни жителей из Бирбаша собрались на стихийный митинг около мэрии города. Религия и не только. Дагестанский гуманитарный институт торжественно вручил дипломы очередным выпускникам. Вечер веселого юмора. Шоу «Битва за лимон» впервые на сцене. Как прошла премьера, смотрите в сюжете наших корреспондентов. Кубок дружбы никуда не уехал. В Махачкале подвели итоги межмуниципального футбольного турнира. Восемь дней без воды. Сотни жителей из Бирбаша собрались на стихийный митинг около местной администрации. Люди недовольны постоянными перебоями с водой в городе. Позже стало известно, что с митингующими встретился мэр города, который сообщил о крупной аварии на водоводе «Каспийский Сбербаш», последствия которой уже устранены. И в скором времени вода поступит в дома. В то же время стало известно, что ситуацией заинтересовались прокуратура и Следственный комитет, которые начали проверку по данному факту. Безопасность зерна, отгружаемого в Иран в объеме более 340 тысяч тонн, проконтролировал региональный рост сельхознадзор. С начала года в лаборатории дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений было исследовано более 200 проб зерновых культур. В случае выявления вредителей в экспортной продукции специалисты проводили так называемую фумигацию – отравление насекомых и других видов возбудителей болезней растений газами-инсектицидами. Затем продукция отправлялась за границу, а газ, выделенный из специальных приборов, циркулировал в трюме с зерном еще несколько дней. Экспортное зерно поступает в порт автомобильным транспортом из Кабардино-Балкарской республики, Чеченской республики и Ставропольского края. Также с начала года исследование проведено 216 проб зерновых культур, в которых не было выявлено карантинных вредных объектов. На основании заключения Всероссийского центра карантин растений управлением за отчетный период выдано 216 фитосанитарных сертификатов. При проведении карантинных фитосанитарного контроля под карантинной продукцией нарушение международных фитосанитарных требований не выявлено. Показатели туристической отрасли Дагестана за первое полугодие 2023 года представил региональный Минтуризм. По данным ведомства, за первое полугодие республику посетили 745 тысяч человек. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом заметно возросло и число занятых в сфере туриндустрии людей – до 11 тысяч человек. На сегодняшний день официально свою деятельность осуществляют 49 туроператоров. Увеличилось и количество прямых авиарейсов в Дагестан из других субъектов России. Сотрудники газеты «Ас-Салам» побывали в Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Представительная делегация, в которую вошли также именитые дагестанские спортсмены, посетили детские дома-интернаты в городе Прохладном и в Сунжинском районе. Для детей организовали спортивный мастер-класс и шоу аниматоров. Нам очень приятно сегодня здесь находиться. Мы очень рады с вами встретиться. Мы рады, что вы такие активные. Аплодисменты, друзья! Иди сюда! Иди сюда! Скажи, как тебя зовут? Славик! Славику аплодисменты! И, конечно же, какой-то... А-а-а! Он просто поддался! Аплодисменты, Миша, друзья! Миша просто поддался! Аплодисменты! Аплодисменты! Сколько килограмм ты весишь? А-а-а! Он, он еще большой! Подобные акции с выездом в соседние республики и организации досуга для детишек будут проводиться газетой «Ас-Салам» регулярно. Других детей не бывает, поэтому мы с удовольствием принимаем участие в таких акциях. Это для нас, я думаю, что для каждого это святое дело. Я хотел бы поблагодарить Гайдарбек Абдулаевичу за такой визит. Это наш братский народ. Мы ценим. Сейчас, в ближайшее время, мы выйдем в Дагестан. Дагестанский гуманитарный институт в этом году отмечает юбилейный выпуск студентов. Вот уже 15 лет подряд ВУЗ выдает в общество квалифицированных специалистов, сочетая в себе как образование, так и воспитание. Поздравить ВУЗ пришли представители государственной власти. Подробности у Хамзы Нурмагомедова. Султан Хамзаев лично в этом году приехал поздравить выпускников Дагестанского гуманитарного института. Депутат Госдумы уверен, теологическое направление ВУЗа очень правильное и востребованное на сегодняшний день в стране. Теология в современной реалии, она приобретает дополнительные новые краски. Я имею в виду положительные, необходимые, жизненные, необходимые для любого государства. Тем более для нас, для России в целом. Потому что невежество – это краеугольный камень многих бед, бытовых проблем, больших между государствами, внутри государства. А вопрос, связанный с национальным единством, межконфессиональным единством для государства российского является, я считаю, что фундаментально важным. И в этой части, конечно же, важно качество и количество тех специалистов, которые наши ВУЗы российские выпускают по данному направлению. Поэтому полностью поддерживаю, считаю, что правильно, надо усиливать эту работу. Уровень теологического образования в России ежегодно становится все выше. Однако недавние события в Москве в очередной раз подтвердили необходимость уделить этому направлению особое внимание. Когда люди не знают требования других религий, они доводят их действия до межконфессиональных даже конфликтов. Когда, допустим, во время молитвы приходят, проверяют или проходят между молящимися впереди, нарушая требования канона. То есть это говорит не о том, что там это специально делать, а о том, скорее всего, о незнании. А теология это устраняет. В этом году Дагестанский гуманитарный институт выпускает около 200 студентов. Среди них не только теологи, но и журналисты, экономисты, лингвисты, а также специалисты бизнес-информатики. Сегодня наш выпускник тоже должен быть конкурентоспособен на рынке, на который есть это производство. Плохое качество нельзя никуда отдать, никуда реализовать. А мы гордимся нашими выпускниками и готовим их, чтобы они достойными членами этого общества стали и достойно заняли свое место на производстве. Многое в жизни поменялось. Я вот, сидя на парах, уже думал, когда я в следующий раз приду, и узнаю что-нибудь еще новое. Потому что я для себя узнавал очень много разного о чудесах Корана и прочее. Когда узнавал, я хотел возвращаться и узнавать еще больше на следующий день. Я отмечу, кстати, вот это, что преподаватели относятся с большим уважением к студентам. Им даже бывают такие моменты, когда они говорят, что им чему-то интересно у нас поучиться, что они что-то для себя. То есть светские преподаватели что-то открывают для себя у религиозных студентов, а в то время светские студенты очень много открывают для себя у религиозных преподавателей. И вот такой коллаб получается интересный. На самом деле учеба очень интересная. Как имам приходится выступать на разных мероприятиях, на разных площадках разного характера. Спортивные, духовные, патриотические. И понимать аудиторию, понимать, с каким текстом выходить и говорить, обращаясь к аудитории. Это все очень важно. И поэтому наш ВУЗ сегодня нас вложил в такое столько знаний, что нам поможет и облегчит работу с населением. Праздничное мероприятие сопровождалось культурной программой, выступлением известных гостей и показом социальных роликов о ВУЗе. Под зановой встречей выпускников ждал приятный сюрприз. Среди них проявили жеребьевку путевки на Малый Хач Умра. Хазду Магмедов, Алиас Хаб Магмедов, Дот Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Три часа позитива, искрометные шутки, именитые гости и полный зал довольных зрителей. Шоу «Битва за лимон» впервые на сцене. Живое выступление под открытым небом летней филармонии получилось ярким и запоминающимся. За вечером веселого юмора наблюдали и наши корреспонденты. Слово Кариму Гамаеву. Я пришел сегодня вживую посмотреть, как один из лучших дагестанских телепроектов, который стал популярен и любим среди не только дагестанцев, но и с пределами. Сегодня пришел посмотреть вживую, жду искрометный юмор. Дни, когда очень много негатив вокруг, наслазите позитивную атмосферу. Рад, что то, что мы там уже видим через экран, сегодня эта призма будет переходить прямо на сцену, и мы вживую все это увидим. Но большой любитель этого «Битва за лимон» – это мой брат Гаджи Мурат. Давай расскажи пару слов. Ничего, посмеемся, а души с вами. Пока зрители проходили на свои места, а кто-то все еще пытался приобрести билет в кассе, нам удалось попасть непосредственно на сцену главным участником шоу. Звук настраивается, настраивается свет, настраиваются камеры, настраивается. И наш непосредственный участник Юсуп Амаров. Давайте спросим у него, как он чувствует, как он готов к предстоящему мероприятию. Юсуп? Да, я сам валю. Чего вы ждете сегодня? Как оцените, что будет? Ваше настроение? Настроение у меня улыбанское. От другого мы, от Юсупа, конечно же, не ждали. Ну и Султан Трамов, давайте пару слов, Султан. Слава Аликум, здрасте. У вас серьезно? Ну, конечно, у меня и так мало шуток бывает, я их берегу. Во время интервью проявил интерес и попробовал себя в роли корреспондента и один из приглашенных звездных гостей. Кто бы победил на пике? Майк Тайсон или вы? Майк Тайсон был один из лучших бойцов. Искрометный юмор, реакция ведущих на реплики из зала и многое другое создавала обстановку веселого семейного вечера. Семья, к слову, оказалась большой и дружной. Более тысячи зрителей, которые поддерживали происходящее на сцене. Нет, ты серьезно? Это важно нам, правда? Благодарим, да? Поучаствовать в выступлении и почувствовать вкус лимона удалось и нашей съемочной группе. Нет, нет, нужно поближе последствия. Ага. Мне расскажут. И, короче, и услышим. Раз, два, три. Ваше аплодисменты. В этом вечернем шоу было все. Большое количество приглашенных звезд, многочисленные конкурсы и море смеха и улыбок. Ну а в завершении всем присутствующим выпал шанс выйти на сцену и сфотографироваться со всеми участниками мероприятия. И в завершении выпуска немного о спорте. Кубок дружбы остается у хозяев в поле. В Махачкале подведены итоги межмуниципального турнира по футболу. Соревнования, которые впервые за 30 лет проводили в столице, посвятили празднованию столетия со дня рождения Расула Гамзатова. В ярких баталиях на поле в спортшколе Макарова сошлись представители всех городов региона. Лучше других в предварительную стадию турнира прошли сборные Махачкалы и Буйнакска. В финале удача была на стороне хозяев поля. Третьими призерами стали футболисты из Хасавюрта. Организаторы отметили всех кубками и медалями. Кроме того, были учреждены призы в индивидуальных номинациях. Так, лучшим игроком признали махачкалинца Рустама Рамазанова. В ходе турнира было отмечено, что Кубок дружбы будет проводиться на регулярной основе. А футболисты «Динамо» и «Арсенала» голов друг другу не забили. Ничейным результатом завершился матч в Туле между местным «Арсеналом» и махачкалинским «Динамо». Встреча команд прошла в рамках второго тура первой лиги. Команды за отведенное время так и не смогли поразить ворота друг друга, хотя не раз были близки к тому, чтобы забить. После этой игры клуб из Дагестана занимает в турнирной таблице 14 место. Матч следующего тура коллектив Курбана Бердыева проведет 30 июля дома против Краснодарской Кубани. На этом у меня все. С вами была Лориана Шамхалаева. Следите за нами также в социальных сетях. Всего вам доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова